здравствуйте скажите пожалуйста меня слышно поставьте плюсик поставьте отлично вот знак маленький огонек виде реакции аудитории отлично раньше просто не замечал его мы начинаем наш называется он как научить детей основам безопасности в онлайн-среде в сети интернет естественно и соответственно так сейчас я загружу презентации а отлично так третий слайд так все значит я думаю что все подключились я думаю сейчас подойдите попробую все получается значит как научить детей основам безопасности в онлайн-среде сегодня нам не потребуется никаких других интерактивных средств у нас был на предыдущем вебинаре сейчас больше будем говорить о больше внимания на содержание презентации естественно я буду смотреть по вашей реакции ну либо пишите в чат либо ставьте вот такой маленький значочек огонька в правом нижнем углу чтобы я понимал реакцию что вы видите слайд чтобы не спрашивать о том что там видно и вам или не видно слышно меня или не слышно единственное я хотел бы попросить вот сопровождают техническую поддержку нашего вебинара что если вдруг звук пропадет чтобы вы мне сказали и сообщили с какого места мне нужно будет назад вернуться и все рассказать заново вот а всем слушателям я рекомендую если у вас временно пропал звук сначала попробуйте прежде чем написать об этом чат попробуйте перезагрузить страницу возможно проблемы в интернет-соединении они то есть проблемы на вашей стороне есть не поможет то давай тогда я с довольствием вернусь и скажу все заново ну по крайней мере того места с которого мы с которым мы остановились отлично еще раз напоминаю текст чат у вас есть возможность задавать вопросы если они будут конечно и значочек такой маленький огонька который он справа внизу вы тоже можете использовать чтобы я понимал что вам все видно что вы видите презентацию поехали как научить детей основан безопасности в онлайн среде я считаю что во-первых меня зовут сиденко андрей я являюсь ведущим веб контент аналитиком лаборатории касперского я занимаюсь анализом данных анализом контента в интернете и как раз специализируюсь являюсь экспертом в области детской онлайн безопасности обеспечения детской онлайн безопасности научить детей основам безопасности в онлайн среде на в первую очередь нужно об этом знать самому знать о тех угрозах тех способах мошенничества с которым может столкнуться ребенок сети необходимо знать как раз вот такие вот нюансы моменты и сегодня я как раз вас с ними познакомлю скажу какие способы мошенничество вообще существуют чтобы вы были готовы чтобы вы не ну не терялись знали о том что это что такое существует если я правильно понимаю презентация уже находится у вас в доступе в разделе файлы вы можете обращаться туда и соответственно не спрашивать нынешний раз будет когда с доступе презентации потому что материала очень много и он очень интересный да всем здравствуйте мы начинаем все все организационные моменты прошли мы начинаем ну во первых мы сегодня поговорим о том вообще что такое онлайн мошенничество какие каналы распространения существуют какие виды онлайн угроз и как защититься что нужно делать ну на самом деле помимо технических решений естественно самой лучшей защиты является информирование информации о том какие что это за вид угроз и как с ним как с ним бороться в первую очередь давайте дадим определение она на мошенничество такие действия киберпреступников мошенников направлены на овладение информационными данными или финансовыми средствами пользователя в сети интернет то есть главной целью является либо персональные данные либо вообще любые данные о пользователе либо данные банковской карты либо какие-то финансовыми данные финансовых документов это цель то есть она и мошенники охотятся и их целью как раз является данный о человеке но с дальнейшей уже монетизации чтобы они могли эти данные использовать для того чтобы как-то их монетизировать есть несколько видов в каждый пример я приведу каждый пример я обязательно разберу в частности not есть фишинг с помощью фишинга кибер мошенники преступники киберпреступники пытаются выманить человека конфиденциальные данные получить какие-то сведения о нем вынуждают его сообщить например логин и пароль часто такое есть распространенное понятие фишинговый сайт сайт очень похожий на настоящий но на самом деле он только имитирует настоящий на самом деле он является поддельным хорошо значит значит выглядит как настоящий но на самом деле поддельный я вам даже покажу несколько примеров таких сайтов и во что здесь важно важно обращать на адрес ресурса потому что настоящий ресурс он всегда и обладает уникально уникальным адресом доменное имя это единственное что вы так его отличать но с остальным любое то что в любой момент который вас смущает нужно это обращать внимание еще с об этом говорим вот такой вид мошенничества как кражи личности когда незаконно используют чужие какие-то персональные данные фотографии все данные о путешествиях о посещении различных мест к сожалению да есть такие люди они возможно этим как-то так живут крадут чужую фотографию крадут чужую фотографию и используют ее как раз уже как свою или например даже в одной из стран юго-восточной азии был такой бум кражи фотографий детей и выдавали этих детей за своих придумывали им там целую жизнь что они там делают куда они ходят и так еще раз вот у как кто у кого я больше постараюсь не отвлекаться на чат но я не могу потому что вы пишете я хочу чтобы всем было комфортно пожалуйста и включая тех кто слушает нормально со звуком и у кого звук не пропадает в первую очередь если звук пропал перезагрузите страницу возможно проблемы на вашей стороне так галина спасибо следующий момент смешен но это первое слово слово sms это мошенничество по коротких текстовых сообщений sms вишенка это со словом бойс когда используют уже звонки для таких вот онлайн мошеннических схем например просят сообщить информацию там ваши банковской карты или там представляются вашим ребенком говорят о том что вот сейчас что-то со мной случилось нужно срочно помочь искам скам это мошенничество которые нацелены на быстрое получение денег как правило с использованием очень примитивных технических средств то есть не строят большую такую инфраструктуру для того чтобы почему вы ограничиваете вход людмила это очень странный вопрос учитывая что вы-то вошли но я как бы только вот за презентацию отвечаю поэтому наверно что-то у вас просто с интернет соединения пожалуйста проверяйте все берем дальше вот пример онлайн мошенничество обратите внимание здесь их будет много мы посмотрим несколько но в частности каналы распространения онлайн мошенничество но в первую очередь от электронной почты когда вы получаете письма это мессенджеры я здесь привел ватсап но это не означает что только ватсап это принципе все мессенджер у меня просто пример будет из ватсап я не говорю что какой-то мессенджер хороший или плохой я совершенно не утверждаю но я привел пример тот который я думаю знаком всем по результату как раз предыдущего нашего вебинара ватсап использует очень часто это социальные сети такие как twitter instagram facebook и поисковая выдача запросов google поэтому смотрите вот такой пример вы получаете письмо и здесь указано что вы пропустили активность на facebook на социальной сети facebook с двух своих друзей если не обращать внимание вот если вы посмотрите наверх вот здесь вот адрес facebook сейчас я постараюсь выделить адрес вот здесь адрес facebook а ту франс ну то есть запроса друзей вот этого адреса вот этой части которая находится вот с этой стороны вот вот здесь ее не видно пользователю потому что он видит только имя а здесь это уже поддельный адрес просто который имитирует рассылку от социальной сети facebook то есть адрес на самом деле другой а вы видите то как как это выглядит но как будто этот фейсбук он высылает вот еще вариант через ватсап к примеру там всем привет это компания авиакомпании british airways который отмечает 44 годовщину со дня основания разыгрывают 2 2 билета 2 билета среди 500 счастливчиков пользователей клиентов на там на любые направления чтобы поучаствовать вот пожалуйста перейдите по ссылке такой же пример делал american airlines смотрите собственно очень похожая схема что два билета 500 для 500 счастливчиков честь 88-летия перейдите по ссылке и если вы обратите внимание даже очень похожие похожий адрес ресурсов только вот сразу в различных уже категориях то есть это явно мошенники никогда старайтесь обращать внимание когда вы получаете такие сообщения что вряд ли это когда схема выглядит или подарок выглядит очень хорошим за очень какие-то простые на манипуляции действия скорее всего это мошенники если вы кстати не получили их не узнали о нем на официальном сайте такое не говорю что вообще все абсолютно розыгрыша это билетов это подделки нет но на официальном сайте как правило публикует правдивую информацию а вот такие сообщения в от сап я думаю что нет так отлично едем дальше пример страницы в твиттере павла дурова на самом деле нет конечно это не его страница но он через вот свою страницу смотрите один твит 40 читаемых читателей всего 5 созданную страницу он как раз через вот эту свою страницу раздавал один ну то есть очень раздал криптовалюту эфириум и таким образом рекламировал что не знаю ну то есть это была такая замануха переходить на сайт вот опять же пример через facebook очень мало людей видят разницу то есть замечают вот этот вот вот эту надпись сейчас ее покажу по статистике проводили исследование по-моему где-то в америке один из институтов изучал этот вопрос вот эту надпись спонсорит или в нашем русском произношении на следующем слайде увидите реклама видит всего 15 процентов то есть 85 процентов пользователей не замечают этой надписи вообще но в частности здесь вот пройдите и получите от получите от 5000 рублей уже вечером честно ответьте на 6 вопросов и все будет хорошо вот пример который с которым я лично встречался твоя страница вот же опять в русском русском эквиваленте вот это слово реклама но выглядит очень выглядит как бы правдивым на самом деле нет конечно то есть подписан указ дан ему дан его номер дата выхода и что обязательно все получают выплаты от 50 тысяч рублей каждому гражданину российской федерации во первых можно обратить внимание что поддельным является сайт то есть это явно не что то что ассоциируется с правительством или хотя бы даже телеканалом картинка возможно действительно существовало но вот эту часть которую вы видите в правом здесь тугу и обвел вот это как раз это то что доделывают мошенники придумают на самом деле это неправда не ведитесь на вот эту штуку и особенно внимание обращайте что на вот этот значок где вы еще поставил крестик здесь что это реклама вот да и у самого телеканала россии любовь махновец спасибо да конечно грамматические ошибки это то на то есть грамматические ошибки это явный признак того что работают мошенники потому что часто вот такие слова они уже в определенных запросах фильтрах отсеиваются специальными программами вот ошибки позволяют эти фильтры обойти поэтому такая схема вот пример поддельных сайтов фишинговых сайтов но вот частности пример породе социальная социальную сеть одноклассники но написано очень похожую контент очень похожий но выглядит как обноклассники естественно это не настоящий сайт целью создания таких сайтов является то чтобы вы ввели логин и пароль для входа на такой ресурс соответственно дальше логин пароль падает злоумышленника через какое-то время может войти и начать рассылку среди ваших друзей сообщение от вашего или публикацию какой-то информации от вашего вот еще пример покупка продажи аккаунтов в частности вот для наших детей это очень важный момент потому что они знают о том что в стиме продаются аккаунты что их аккаунта является если особенно если они играют много является такой ценной добычей и поэтому за этим нужно следить продажи и розыгрыш невалидных ключей здесь самое вот такое вот на что ведутся и дети и взрослые испытания могут могут до это купиться по той простой причине что мы всегда практически во всех онлайн магазинах есть такая вставка промо код и если мы что-то покупаем но как бы всегда приятно получить скидку там от 1 до 5 процентов иногда до 10 процентов и мы начинаем скачать в поисковике там промо код от и название магазина вот на самом деле здесь важно намечить что как раз этим пользуются онлайн мошенники и часто используют такие поисковые выдачи для того чтобы распространять уже переход на какие-то свои ресурсы которые могут содержать либо вредоносный код либо похитить ваши персональные данные здесь тоже самое вот переход показывает что вот да 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 вот случайный посетитель вы получаете там ключ золотой но надо заплатить 60 рублей после того как вы увидите данные банковской карты возможно это уже будет не 60 рублей намного больше кражи личности здесь распространен на самом деле такой достаточно давно уже известен такой прием около 50 лет и обозначает принципе вид мошенничества с использованием персональных данных человека для осуществления различных операций от его имени ну с целью получения опять же либо какой-то информации либо получения каких-либо ценных ценных данных вот пример розыгрышей лотереи призов это такой же опять же вид скама вы переходите по ссылке вас просят ответить на очень простые вопросы казалось бы что может быть проще вы отвечаете что вы чаще всего едите ну допустим это под видом какого-то опроса вы отвечаете вам либо это фастфуд либо ресторанная еда либо готовите еду либо всего понемногу вообще простой вопрос и ничему не обязывает даже правильный ответ после этого вы попадаете например выберите сундук для получения бонуса ну скажем вы выбираете вот тот который справа вверху у вас там 180 тысяч скорее всего вы уже вероятнее всего вы радуетесь тем более представьте как может радоваться ребенок что ничего себе огромные какие деньги буквально с ничего а дальше просят спасибо за ваши ответы вот ваш баланс на него зачислено вот такая сумма осталось дело за малым вот ваш чек непосредственно с той суммы которую вы хотите 181 тысячи 300 рублей осталось дело за малым видите данные банковской карты куда мы это все перечислим на самом деле еще предлагает оплатить этот самый перевод но вводя данные банковской карты никто абсолютно в этом случае точно не гарантирует что эти данные не попадут мошенник вот но в частности здесь никакие 181 тысячи нет конечно просто мошенники забирать вот эти 200 рублей и если скажем там один из десяти человек на это купится то есть поверит в это действительно укажет данные свои банковской карты у него спишутся деньги ведь большинству достаточно посмотреть достаточно посмотреть вот на этот значок что защищено защищенное соединение значит банк реальный да только будет перечислять деньги не вам а вы заплатите еще 200 рублей и вот если это если один человек из десяти это сделает казалось бы ничего такого но на больших 10 процентов там ну один действительно 10 процентов если это рассматривать скажем на тысячи человек то конечно это уже таки внушительная сумма если там на 100 тысяч или на миллионе пользователей которые действительно могут на это в это поверь перейти переводить вот такие деньги простой ничему не обязывающий способ вот как раз это типа скама которые в простом варианте созданные простейшие веб-страницы вымогает у вас точнее фактически ничего не происходит вы за просто платите мошенникам 204 рубля за перевод вот еще пример вот пример на самом деле я хочу сначала ваше внимание обратить вот пример он здесь вот вот здесь вот с этой стороны это объявление на одном из популярных ресурсов приветик готова отдать свою кофеварку франко пуро мне стало интересно почему кофеварку отдают и почему такой ажиотаж я посмотрел стоимость кофеварок вот эти франко пуро ну вот пример не так дешево на самом деле ну она объясняет что готова отправить почтой только с вас оплата за оформление страховки чтобы доставили целости и сохранности потенциальный человек который уже на это собственно говоря купился он уже все считать ну конечно я хочу достать чтобы она доставилась целости и сохранности просит оплатить вот не больше 400 рублей есть один минус оплачивать сразу при отправке за страховку так что оплатить сможете либо на карту указанная карта либо переводом любую карту на любую другую карту либо через терминал киви ну то есть таким способом 300 рублей можно собрать огромного количества людей но написанный текст как раз заставляет верить в то что кофеварка уже ваша и прямо один шаг остался там чуть-чуть доплатить и все его там будет наталья тысячи да вам тоже спасибо что пришли это еще не все тут еще много интересного то же самое детям объясните что вот iphone когда предлагают в социальных сетях в виде постов и объявлений либо на всяких таких вот ресурсов по продажам например новый iphone 7 плюс подарили у меня такой же отдам даром нуждающимся выберу завтра тот кого в общем то кому я его отдам здесь тоже нужно понимать что конечно дети на это могут очень легко купиться и поверить уже даже там предвкушать в том что ему сейчас кто-то там вот просто так отдаст телефон наверняка для этого нужно таких же людей по всей стране или вообще по русскому язычным сегментом берется очень много схема дальнейшей очень просто просят оплатить там либо страховку за перевод либо оплатить самому саму доставку да все что угодно вот и соответственно какой телефон конечно не отправляют как то так поэтому нужно нужно на это обращать внимание вот еще один вид мошенничества на основе государственных выплат у нас здесь последнее время как раз сложилась такая ситуация что это стало очень популярной темой выглядит очень похоже на настоящее но если вы обратите внимание вот портала не существующие естественно который имитирует портал правительства москвы для входа на ресурс внутренний там ого это аутлук в ipaccess ну неважно на самом деле это поддельный сайт который очень похож на настоящий причем там и оставленную если вы обратите внимание таких сайтах поддельных оставленный телефон технической поддержки прочее 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 здесь важно обращать внимание конечно же на адрес не заходить не переходить по таким ссылкам в случае необходимости просто еще раз выйти яндекс или google вбить поисковые в поисков поисковый запрос посмотреть что вообще существует найти настоящий ресурс правительства москвы и узнать что на самом деле никакой то есть первое что нужно сделать не поддаваться моменту не поддаваться волнению не совершать поспешных действий вот к примеру 100 с того же сайта получают компенсацию вот от 14000 до 310 тысяч можно не позднее 30 января 2020 года сумма начисляется за последние 48 месяцев данные отзывы прекрасных пользователей естественно фейковых ненастоящих о том что на карту прислали который прислали всю сумму до копейки все что мне начислили как компенсацию хорошо что наберла на ваш сайт зарегистрировал анкеты и быстро получила свою компенсацию то же самое рассказывает про там где-то подъезды кто-то соседен по площадке все получили уже от 50 до 150 тысяч мне выплатили 140 я рад спасибо большое естественно такие естественно это все фейковые истории и такие отзывы ведь анонимные просто от условно там с именем фамилии непонятно кто пишет такие записи и конечно стимулирует людей которые хотят получить денежную выплату так я иду по презентации татьяна ведь связь плохая перезагрузите страницу должно быть все хорошо так дальше поехали смешинг это посредством sms но как правило вы получаете наверняка получает такие сообщения если нет просто покопается телефоне в sms наверняка что-то такое было с незнакомого номера приходит знают ваши ими заметьте предлагаю обмен с доплатой вот фото непонятно какой обмен фото чего вероятнее всего вы могли размещать что-то в интернет-магазине без названий но вы поняли о чем я имею ввиду что я имею ввиду соответственно предлагают не купить у вас что-то обменять и ссылка ссылка естественно понятно что откуда они узнают ваше имя потому что в анкете это есть на вашей странице если вы там что-то продаете ссылки естественно ведет на сайт посвященный скорее всего какому-то одному из видов на мошенничество или очень похожий либо с уже содержащийся во время программы обеспечения вот посредством мессенджеры примера собраны примеры естественно они они настоящие то есть понятно что здесь нужно обращать внимание что это не сам леруа мерлен они у них всю безопасность вообще все замечательно честно а вот но от их имени рассылают что до 23 мая дарить всем бесплатные ваучера или рот ну типа его мерлен дарит до 23 мая ваучер на 8000 забрать можно быть здесь и дан какой-то непонятный сайт естественно не относящийся к самому магазину проще всего проверить зайти в поисковую поисковую выдачу и ну то есть запросить поисковике адрес ресурса магазина и проверить если действительно такие купоны вообще существует ли они с лукойлом то же самое опять же это не от настоящего лукойл рассылка это естественно мошенники используют популярные надежные бренды которым люди доверяют и которые используют и конечно вот такой же пример с лукойл так пример с вишингом обратите внимание они используют голосовые звонки в частности ой простите частности ваш банковский счет приостановлен все справки получите по телефону или например с вашего счета списываются деньги хотите знать больше информации или например срочно позвонить по номеру или это техподдержка вашего банка куда они знают что вы пользует ли этого банка да на самом деле просто попробуйте сделать перевод если такой счет находится там даже имя отчество выдает но или в некоторых банках даже фамилии вот они знают ваше имя соответственно могут позвонить обратиться вам с такими предложениями лично я получал звонки от банка и мне говорили о том что вот сейчас данный момент техническая поддержка вашего банка которым вы пользуетесь вы у вас сейчас списание идут почему-то в воронежской области называют свое имя фамилию скажите пожалуйста данные там которые причем иногда уверяют что мы никакие данные у вас не попросим нам нужно знать например что-то вот то 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 но эти данные в совокупности как раз вы уже раз сообщив начинаете им доверять потом еще может быть звонок и прочее конечно я в таких случаях просто вешаю трубку даже не продолжая никаким образом разговор чтобы не давать вообще никакой информации по той простой причине что техническая поддержка банка никогда не выходит на связь самостоятельно с клиентом это такие правила вы можете обратиться самостоятельно в банк на обратной стороне карты вашу банковской карты есть телефон поддержки вот на всех банковских карт да всем звонили мошенники зухрая механова механова да всем всем такие поскорее все поступали и они такие же звонки поступают и дети дети детей даже и возможно нет банковской карты но могут такое быть могут такое могут такие звонки получать так вот примеры таких ресурсов вот смотрите если вы не видите верхнюю часть то есть название ресурса vk.defiscom.tech сайт очень похож на настоящий на самом деле поддельно обращать внимание на верхней всегда на адрес ресурса то о чем я говорил самом начале вот еще пример заходите в youtube а вас просят войти ну допустим перешли по ссылке а вас просят авторизоваться в google на самом деле это совсем другой сайт и не не относится вообще ни к самому ютюбу не буду то же самое очень похоже на настоящий сайт вконтакте вводите логин и пароль возможно следующим шагом вас действительно перенаправит на настоящий сайт и подумать что ну какой-то глюк еще раз ведете логин и пароль уже войдете настоящий сайт и вообще забудете об этой ситуации но с этого момента наш логин и пароль знают мошенники поэтому оксана солодовникова давайте мы оставим вопрос очень долго отвечать значит она и мошенничество как защититься необходимо следовать принципам безопасного поведения в интернете и не переходить по ссылкам наверное кстати вот опять же это наверное ответ на ваш вопрос как защититься на мошенник не переходить по ссылкам присланным с подозрительных и непонятных номеров или непонятных адресов сообщений электронной почты не сообщать никому свои персональные данные по телефону либо электронной почте особенно незнакомым вам людям или тем кто представляется таковыми например технической поддержкой банка или магазина не загружать вложенные файлы сообщений которые прикреплены к электронной почты внимательно анализировать сайт его название юра вот называется домен и имя на который была адресация в случае в большинстве случаев фишинга несмотря на то что сайт выглядит идентично настоящим юрел все-таки будет отличаться и обращайте внимание никогда не стыдно просто взять паузу открыть поисковый запрос в яндексе или в google и найти информацию интересующую которую вам предлагают зайти на официальный сайт магазины или учреждения государственные учреждения в том числе и все выяснить поддерживать свой браузер в обновленном состоянии поддерживать технические средства защиты я имею ввиду антивирусы в актуальном состоянии устанавливать обновления регулярно следить за этим потому что обновление мы как раз для вас и выпускаем для того чтобы они это все защищали защищали вас но есть у нас есть блок касперский.ru слаж блок там мы описываем различные схемы которые с которым можно столкнуться не только те о которых я вам сегодня рассказывал но их на самом деле намного больше и со всеми можно познакомиться презентации будет у вас адрес обратить на это внимание какие бывают социальные онлайн риски но среди них и овершеринг секстинг группы в социальных сетях и религиозные секты и кибербуллинг сейчас мы о каждой из них поговорим но в частности вот овершеринг когда избыточно публикует информацию себе там об этом говорили уже секстинг это вся информация вообще на принципе контент связан с сексом либо это порнография либо текстовые какие-то сообщения либо вынуждение или принуждение человека пользователя присылать фотография с последующим шантажом ну фотографии интимного содержания этой группы в социальных сетях некоторые из них действительно не очень корректно в плане там тоже не цензурной лексики для того контента который размещается у них проблемы секта особенности запрещенных сект нашей стране но так лиги скорее страной обойдем на просто обозначим что такая проблема есть и проблему кибербуллинга онлайн травли это это очень важно вот пример одной сотрудницы очень известной авиакомпании которая сместила на своей странице фотографию как она показывает некрасивый жест пассажирам впоследствии была уволена кстати достаточно такая шумная история одна из бывших уже сотрудниц такие же размещают очень много информации дети дети не представляют о том что в совокупности эта информация может нанести нанести угрозу риса ланге да будет конечно она уже доступна в разделе файлы сами найдите в правом верхнем углу как туда добраться самый конечно хороший способ который мы рекомендуем для защиты своей информации детей это делать профили закрытыми и доступными только для друзей лучшие некоторую информацию держать вообще доступны только для некоторых людей родителей либо вообще делать и доступны только для себя не все абсолютно можно публиковать это очевидно какие очевидные риски могут быть с этим связано вот к примеру там утра бывает добра девочка дарья закрашенной понятной фамилии мама улетела в германию оставляет дома дочь одну ну там еще вот адрес без геометкой понятно что там еще белым замазан прям конкретный дом но так делать нельзя тем более публиковать какую-то историю своей жизни и обозначает геометку где ты находишься и что-то собираешься делать понятно что дома никого нет также помните говорил что с кражи личности очень много примеров с тем что воруют фотографии детей выдают их за своих публикуют их на других уже сайтах других аккаунт заводит их им аккаунт и публикует такую информацию по моему если я сейчас ничего не путаю у нас было интервью с одним из сотрудников для журнала для одного из журналов сейчас точно не помню то ли это космополитен то ли вот тут что-то такое что-то женское вот как раз говорили об этой проблеме краж личности том что детей в таганине сами детей как бы фотографии детей и людей вообще выруют потом выдают за свои значит что касается профилактики значит необходимо знать о возможных последствиях оверширинга и взрослым и детям о том что фотографии данные могут быть использованы против вас и минимизировать риски не выкладывать лишнюю информацию себе необходимо разобраться настройках приватности любой социальности которую которую вы используете которого начи с которого начинаете работать будь то instagram facebook вконтакте тик ток везде есть настройки приватности просто надо вниз залезть копаться и посмотреть какой информации вы готовы делиться какой нет и что лучше действительно ставлю оставлю оставлять доступным для посетителей вашей странице либо например сделал доступно только для друзей запомнить и вы опять же детям обязательно расскажите что домашний адрес телефон откровенные фотографии фото с дорогими подарками это вообще не нужно публиковать интернете это то или вы публиковать на делать абсолютно приватным доступным только для тех людей кому доверяется так можно настроить вот и любой пост есть одно правило подумайте прежде чем это сделать хотите высказаться по какой-то актуальной насущной проблеме связанные там социальным социальные проблемы или там с какой-то политическим аспектом или какой-то политической ситуации или там не знаю про спортсменов которые проиграли матч и выиграли матч или там неважно кого подумайте прежде чем это сделать возможно вы под влиянием момента или например не точно оцениваете ситуацию и делаете пост последствия которым вы пожалеете все что попадает даже если вы его удалите кто-то уже сможет сделать скриншот и затем это пересылается уже уже на других страницах группах и в прочих прочих ресурсах то есть то что падает в интернет есть вероятность того что это масштаб нет понятно что остается там навсегда потому что нет никакого и гарантии что ваши посты не сделаются не сделают скриншот и скриншот вашего поста и не публикует потом еще так что касается секстинга но здесь правила очень простые и я наверное на этом застрой вниманием что это понятно важно и учителям важно объяснять детям особенно подросткам что ни в коем случае не надо отправлять фотографии интимные фотографии незнакомцы да и знакомым людям тоже интимные фотографии вообще фотографии связано с какой-то интимной жизнью даже если это не откровенные фото а просто фото скажем в домашней обстановке или в пижаме но это все назовем это все назовем интимные фотографии такие не нужно отправлять потому что так или иначе они могут оказаться и то есть вы не знаете что тот человек который который получил что он с ними сделает может их опубликовать от вашего имени и опять же объектом на смешек может быть и ребенок ну в общем это не нужно делать следует не следует пытаться обратить то есть пытаться таким образом привлечь внимание если опять же подростка встречается мальчик девочка значит не думайте что опубликовав у себя на страничке социальности откровенные фотографии даже кадр с намеком на откровенность вы собираете много лайков скорее всего это не ведет к такому это не путь это не путь набора популярности потому что в любом случае найдутся и хейтеры которые будут шеймить и говорить о том что там пристыдят обязательно вот и обязательно говорите о последствиях падания в сеть вообще любых фотографий любых данных чему это может привести что эти фотографии используем уже против человека социальные сети это та социальная группа социальных сетях это тоже часть портрета человека то есть на что он подписан этот комментарий про анастасию лачкова значит социальные сети это тоже портрет человека поэтому обращать внимание опять же я вот все что давайте так все что говорит касается и взрослых и детей обращать внимание то есть периодически нужно чистить группы смотреть в каких группах и состоит ребенок и вы если там не является уже но в общем то если она не актуальна смотреть что за группа вы ее давно не читаете удалить и не состоять ней ничего плохого возможно нет а может быть и есть поэтому обратите внимание еще на группы связанные с поиском вписок таких онлайн не онлайн а тусовок ну не во время карантина конечно но когда собираются вместе выпивают курят и врача значит что нужно делать периодически проводите чистку социальных чистку групп в социальных сетях и сообществах при публикации нежелательной информации о вас группе ценности стоит обратиться к администратору сказать о том что все правда то есть по идее должны принимать такие решения и избегайте ситуации в которых вы могли бы стать героем фото или видео которые последствия могут принести вред в вашей репутации это очень важный момент такого можно просто избежать и не лишний раз не сделаны фотографии например сфере или обстановке который может с компрометировать репутацию впоследствии вы сами всем скажете спасибо так проблему кибер буллинга это очень очень актуально не только для детей но и для взрослых проблема травли в сети дело в том что понятно что подросток травля она была в принципе всегда не похожих людей чем-то выделяющихся детям важно объяснить то что если он там на чем-то не похож это не означает что он должен быть и может быть все таким объектом травли в первую очередь что нужно сделать это объяснить ему это о том что такая проблема существует и в отличие скажем от среды где дети встречаются оффлайн в онлайне кибербуллинг вот опять же кибербуллинг слова опять же что он происходит травлю происходит онлайн там он подвержен ей постоянно потому что не обязательно видеться в оффлайн в реальном мире все равно будут сыпаться сообщение ребенка очень сильно переживает в частности есть вот такая статистика она показывает явно на этих диаграммах явно видно что дети не делятся информацией со своими родителями о том что они сталкивались с такой проблемой в частности о том что ребенок сталкивался с кибербуллингом только два процента знают из родителей а вот дети отвечают уже семью процентах случаев если вы посмотрите что на каждый вопрос дети отвечают другому дети не готовы делиться своими родителями что они сталкиваются с такой ситуации во многом во многом потому что не ждут что родители могут помочь в этой ситуации а помочь можно но в первую очередь объяснить ребенку что такая проблема существует и чтобы что нужно делать первое это за блокировать обидчиком добавить черный список ни от коем случае не отвечать на такие сообщения и никого не просить ответить на эти сообщения даже если по мнению ребенка или по вашему человек будет пользоваться авторитетом не так делать не нужно блокировкой не отвечать и если идет в таких сообщениях прямая угроза жизни здоровья человека ребенка или вашему необходимо делать скриншоты либо сохранять страницу на которой вы получаете такую переписку понятно дальнейшие действия удалять добавлять черный список и прочее но при этом нужно обращаться конечно и администратором социальной сети чтобы блокировали такие сообщения и к и возможно правоохранительный орган если идет угроза жизни здоровья ребенка это очень важно и пожалуйста обратите на эти внимание татьяна и спасибо что покажете на классном часе наверно в сентябре только значит во многом те кто думает о том что последствия кибербуллинга остается только в интернете это неправда вот так вот отмечали родители отвечали родители с какими последствиями в реальном мире то есть последствия кибербуллинга в реальном мире они вот вполне себе проявляются в виде сильного стресса снижение самооценки ухудшения успеваемости снижение социальной активности бессонницы и депрессия это на самом деле очень такой имеет страшный эффект подавленное состояние ребенка поэтому обращать внимание если подросток ни с того ни сего уже менял свое настроение такое бывает у детей но если он продолжительное время был веселым активным потом его что-то что-то ему явно что-то его явно тревожит это повод опять же поговорить с ним об этом я начал зачем-то читать сообщение проблема кибербуллинга но опять же так опять же повторю просто все что сказал до этого не стоит реагировать на провокации со стороны агрессоров случае кибербуллинга и всегда можно нести в черных буллеров этих агрессоров можно нести в черный список обратиться к администрации ресурса попытаться опять же надо здесь такими знаете не все супергерои носят плащей нужно объяснить ребенка что даже того человека который травит ничего плохого нет в том что вы можете вступиться или подбодрить как-то человека на самом деле возможно это агрессии необоснованно совершенно и возможно кто-то так самореализуется точно конечно странно в целом но тем не менее поддержать такого поддержать опять же человека тем более знакомого в такой ситуации нужно и нужно это делать вот и я вам говорил о том что фиксируйте скриншотами факты травли последствия можно их использовать уже через правоохранительные органы и правопорядка которые могут эту ситуацию разъяснить и решить в общем-то вашу пользу окей так мы закончили у нас ушло на это 45 потрясающих минут вы все были активными половина чата половина нашей встречи мы здоровались отлично вверху есть такая вкладочка вопросы давайте я очень быстро пробегу ольга петрухина что будет если перейти по ссылке мошенников я вам ответил там может быть либо повторю на всякий случай просто в тексте это было там может быть либо сайт который уже содержит зловредное программное обеспечение которое может загружаться на ваш телефон а там может быть ресурс который под видом опять же фишинговый ресурс который под видом настоящий может вы туда вводить логин и пароль и соответственно получать мошенники вот и ну скажем какой-нибудь и не знаю не нормативный контент опять же которому что же поэтому все вопросы кроме не успела посмотреть вид мошенничество с банковскими картами может повторить я не прям делал акцент на том чтобы про виды мошенничества с банковскими картами я сказал о том что мошенники используют инструмент для того чтобы узнать номер вашей вашей карты ну например если вы отвечаете на простые вопросы дальше чтобы получить выигрыш получать выдерж как бы выигрыш виртуальный чтобы его получить нужно ввести данные банковской карты но это больше кстати к теме финансовой грамотности моя тема который все не говорил онлайн мошенничество и до банковский карты инструмент так 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 я перезвоню извините пожалуйста так последнее время слоги на пароль на телефон случае участили ситуации пишут что не удалось войти по несколько раз приходится менять пароли как быть как отличить нас считает от не настоящего мы это обсуждали смотреть на заголовок ресурса он всегда будет отличаться если вас хоть что-то смущает изменение цвета логотипа страны информации орфографические ошибки которым который сегодня которые сегодня обратили внимание не в моей презентации а в пример которых я проводил не бояться открывать поисковый сайт яндекс или google и искать информацию по этой теме вот и все и придумывать пароль сложный пароль от 12 знаков который будет вам доступен если пароль придумать тяжело запомнить то используйте менеджер пароль и в нашей компании есть такой но это так на всякий случай потому что но я работаю в компании и наши решения действительно очень надежные серьезные и одни из самых лучших поэтому конечно могу рассказывать о них так он играет скажите касперский предлагает установить программу хуколс галина и лично спасибо за вопрос да да это очень классная программа мы не я сейчас не говорил о ней в этой презентации потому что мы не говорили о решениях и технических решениях но у нашей компании есть готовые решения в том числе и хуколс защититься от звонков мошенников которые автоматически публикуются то есть либо это спам либо мошенники либо это скажем там медицинские учреждения либо там огромная классификация и когда совершается звонок вам вы видите то есть там такие прям сразу красненькими всплывающими сообщениями показывает вам о том что это возможно подозрение на мошенничество или скажем опрос соц опрос или медицинское учреждение либо банки и вопрочем то есть да смысл имеет если если у вас огромное количество звонков но еще раз повторюсь наша презентация о том о том какие виды онлайн мошенничество существует и как защитить от них детей в интернете будет ли запись константин будет ли запись презентации понятия не виду вам наверно уже ответили спасибо скажите пожалуйста при звонке либо видеозвонки ватсап могут ли мошенники его записать да я ничего такого сложного в этом не вижу да есть и есть средства которые устанавливаются на телефон которые могут анализировать и записывать ваш звонок голос естественно голос либо видеозвонок ну да вот мы сейчас в вебинар то можем писать я думаю что ничего такого сложного нет том что мы видео записать так еще раз татьяна еще один вопрос в работе с учениками конференции зум кто-то выкладывал ненужные картины придется выходить всем так ну возможно вам покажется что не смешно нет не смешно просто это очень частый вопрос это раздают разум конференция мы отдельно сделали статью и несколько раз писали комментарии для учителей необходимо настраивать конференции таким образом чтобы на нее могли попасть только те кого вы пригласили запрещать все действия с экраном с микрофоном с демонстрации своего экрана с видео всем пользователям только тогда когда вы непосредственно их опрашиваете ну то есть вот там есть такая функция поднять руку это и нужно использовать то есть не давать полный доступ к управлению всей презентации всем участникам и не размещать ссылку на презентацию в открытом доступе лучше использовать для этого группы со своим классом либо те групп которые доступны только детям например в электронном журнале вы точно будете знать что ребенка надо ходить так настройку зоно ставить запрет начать делиться вода тут уже ответили спасибо как взрослые могут отследить в их работе с интернетом оградить их от безопасных сайтов их от небезопасных сайтов есть программа которая называется касперский сейф китс вот внизу есть решение китс . спешка .ру там есть раздел как защитить и ссылка на эту программу и очень подробно там все описано и буду терять сейчас ваше только ценное время потому что да это прям прям прямой ответ на ваш вопрос защитить ребенка можно и быть в курсе того чем интересуется ребенок и прочих вещей по категории ресурсов которым посещает и кранное время и запрещать доступа давать доступ по времени следить за тем чтобы он в общем-то не слишком много времени проводил да есть ссылка вот птица . спешки . уходить внимание так можно ли передать вашу презентацию коллегам для работы да только пожалуйста наверно не меняйте в ней ничего оставляйте все ссылки и логотипы так будет продолжение не знаю продолжение чего да но я думаю что мы поговорим у нас с издательством создать просвещение такое тесное сотрудничество и вебинары конечно же посвящены различным аспектам у нас был вебинар в мае в конце мая он был посвящен безопасности социальных сетях мы там тоже очень много чего интересного такой был интерактивный формат на нем было очень много людей но было интересно так какие темы еще в блоге касперск рассматриваться по работе с детьми мария федоровна адрес китс . касперске . обязательно посмотрите мы рассматриваем не только вопросы связаны с угрозы и вообще с какими какими-то не было угрозами с которым может столкнуться ребенок но и с теми приват теми рассматривайте приложение которым он пользуется объясняем в чем как их настраивать какая может быть опасность объясняем родителям что скажем несколько статей посвященные онлайн играм что-то не так все плохо что можно и самому поиграть объясняем смысл зачем это нужно делать и прочее то есть нас такой живой выстраиваем стараемся выстроить основе вопросов полученных от родителей стараемся выстроить контент таким образом чтобы он был интересен и детям и родителям и 777 вот kids . касперске . мэрия федоровна спасибо за вопрос как статист которого перевели в презентации от исследований внешней социологии если внешне то чья где вообще можно эти следы по этим темам спасибо константин хорош вопрос да это просто не очень помню о чем конкретно цифры но если они упоминались как а про кибербуллинг дает исследование лаборатории касперского которым проводились детьми с родителями они доступны она в открытом доступе находится на сайте kids . касперский . другие приведенные цифры по онлайн мошенничество это наша аналитическая работа в том числе той которой занимаюсь я это тоже наше исследование их можно найти на вот либо в блоге касперский . ru блог либо на секьюрлисте . ru там тоже есть очень много подробных обзоров в частности константин так вот в частности есть очень много информации по обзору спама за 2019 год и за первый квартал 20 года но обратите внимание статистика вся наша ресурсы которые я использую вот пожалуйста вот три сайта которые здесь приведены спасибо вам за этот вопрос так если ты не брал кредит у тебя так звонят говорят что задолжен запрошу снился скорее всего даже кого-то согласен тут я даже не знаю какой вопрос да скорее все это мошенники нужно связаться действительно с банком которая представляет на котором говорят и просто выяснить все ли нормально с вами ну и опять же никто нет меня просто онлайн мошенничество которые могут таким образом выяснять у вас вашу личную информацию поэтому используйте пожалуйста решение которое позволяет вам знать о том кто вам звонит на верху calls так как можно увидеть эту вредоносную программу в мобильном что она уже есть ирина ларкина вопрос очень классный спасибо есть антивирусы в том числе и у нашей компании которые можно использовать для мобильных устройств если кто-то считает что их защищать не надо это неправда это неверное суждение очень много вредоносного программного обеспечения для мобильных телефонов обнаружить можно как раз только так но есть конечно косвенные признаки например там сильно греется при там как при использовании или например зависает долго стал загружаться но проще всего ответить на ваш вопрос я вам так скажу использовать технические решения именно антивируса вы знаете что мы выпускаем антивирусы и для мобильных телефонов так можно ли поймать мошенников в работе конференциях теоретически можно но я думаю что в данном случае речь идет больше о том что нужно встраивать систему таким образом чтобы таких случаев просто не было именно делать ссылки закрытыми включать лист ожидания если вы поразу запрещать доступ к каким-то функциям если они не нужны в данном случае и прочее а тогда ну конечно теоретически можно теоретически практически можно так как говорить об опасности в социальных сетях детям четвертом классе марина спасибо за вопрос сайт kids.kaspersky.ru там есть и раздел для маленьких детей совсем даже маленький только четвертом классе есть наши разработанные тренажеры для федеральной акции урок цифры там есть разделы для детей младшего класса и у нас есть разработанные методические занятия готовый готовый комплект его тоже можно найти на сайте по социальным сетям и естественно не знаю я пока не буду это говорить не буду анонсировать но я думаю что скоро появится пособие о безопасности детей младших классов и разработанные уроки которые вот мы сделали опять же у нас есть они на сайте kids.kaspersky.ru там есть презентация и и рабочие материалы рабочие листы для детей мы я лично сам проводил занятия с детьми младших классов со второклассниками даже было такое все очень на ура воспринимается потому что дети они урок построен таким образом что они просто на одном языке говорить буквально так опасно ли перезванивать незнакомым номером но если вы используете программу которые определяют эти номера уколса и который ну точно не видите в спам базах то в принципе ничего такого я бы на самом деле пользовался правилам что если вот кому-то нужно то вам обязательно перезвонить вот бывает тогда просто прозвоны на работающие номера прочее перезванивать я думаю что не обязательно и опять же но все зависит от ситуации если вы ждете от кого-то звонок но вы точно знаете что должен позвонить вот я думаю что ну можно перезвонить все зависит от ситуации все пользуетесь ли вы техническими решениями защиты вы знаете кто это поэтому по сути ничего опасного нет но неуверенно и правило такое лучше дождаться пока вам тут перезвонит если вы не используете технические решения тикток опасен все короткий вопрос а константин все я понял по кибербуллингу но я ответил на ваш вопрос да это наша статистика наше исследование когда мы проводим уже не первый год и полный исследований доступно сайте кисточка спецки точку щите его там там она есть там очень много аспектов и в общем про все не только про кибербуллинг и если вы будете использовать наши цифры где бы то ни было наши данные пожалуйста ссылайтесь на то где вы взяли я думаю это будет правильно так можете пытать майский вебинар нет записи бы есть константин и вам спасибо спасибо было интересно доступно коллеги если вот все в разделе вопросы пошли уже не вопросы так у меня осталась минута я сейчас на что-то отвечу если в скайпе на к на уроках утреба на хулигане отключал других как то есть ну если вы организатор он разве может выключать других контролировать но татьяна наверное сформулируйте вопрос более корректные не очень пришлось контролировать вот во вторых я думаю что если вам нет необходимости опрашивать учеников то можно использовать и другие платформы я вот сейчас просто мне нужно разобраться в ситуации по что есть текста вопрос я не понял так как избавиться от рассылок по календарю да просто удалять их и все они появляются эта проблема описана опять же вот на секьюр-листе с календарем более года назад мы и детектировали описывали что с ней нужно делать так что марина алфимова секьюр-лист вам туда во время дистанционного обучения через skype дети могли отключить звук или исключить из беседы других детей наверно не могли бы дать совет но наверное на сделать делать настройки skype и другими либо использовать уже другие какие-то права другой программы в печени которое могло бы более корректно реагировать на это в частности проводить трансляцию делать записи использовать и сейчас не хотел бы называть им название решений потому что какие то чтобы не звучало как рекомендация или тем более реклама вот так сейчас подождите секундочку я наверное завершу презентацию все спасибо вам большое нас просто уже время вышло все всем до свидания всем спасибо что пришли